14 августа в актовом зале городской администрации прошло аппаратное совещание под представительством главы города Хасыр Занюдина Акмазова. На совещании присутствовали заместители главы администрации, начальники отделов и ведомств, сотрудники коммунального блока, а также представители правоохранительных органов и средств массовой информации. На повестке дня были выслушены отчеты о проделанной работе коммунальных служб, электросетей и отдела градостроительства. Главный инженер электросети Залебеку Малатов выступил с докладом о проводимых работах. Через лес проходит, там линия 10 километров, просто не могли, туда доступа не было. Потом второй день, суббота, полный день работали мы, больше половины обрезали снизу, все деревья убрали, согласовали с экологией тоже. Сейчас осталось где-то 300 метров. Выступая перед аппаратом мэрии, начальник отдела градостроительства Джабраил Цицы в своем докладе отметил, что разрешение на строительство гражданам выдается только с наличием необходимых документов. По мере обращения любого гражданина, при наличии всех тех бумаг, естественно, они имеют право получать разрешение на строительство. По поводу строительства многоэтажных жилых домов, там процедура совершенно другая. При наличии, опять-таки, всех тех документов выдается разрешение на строительство. Что туда входит? В первую очередь, земельный участок. Зарегистрированный должен быть земельный участок, как в народе говорят, зеленка должна быть. Затем, именно под те цели, под что он планирует сегодня строить объект. Проект должен быть. Этот проект должен пройти государственную экспертизу. Должен быть градостроительный план. Градостроительный план утверждается главой местной администрации. В ходе собрания также были затронуты вопросы о подготовке к предстоящему мероприятию, приуроченному к 19-й годовщине разгром международных террористов. Начальник отдела транспорта Магомед Магомаев рассказал о построении маршрута и о том, какое количество транспорта нужно будет выделить. Народ будет возить территорию мечети Длыновского кольца. Выделим 10 дней транспорта, они будут стоять 9 часов на территории мечети. Все желающие посещать конно-спортивные мероприятия могут прибыть на территорию Длыновского кольца мечети и, соответственно, оттуда будут вас перевозить на наши мероприятия. После окончания обратно. Это одна проездка. Нет, если не будет транспорта. По мере необходимости будет возить столько, сколько надо. По всем затронутым вопросам были выданы соответствующие поручения и рекомендации. Курбан Гирихана Самад Гахаев, информационная программа «Кульс». И для мамы будем добыть.